Ну, вы знаете, я думаю, что борьба с коррупцией – это такой долгий-долгий процесс, да, и вроде бы, как бы, об этом мы слышим уже много лет, что вот мы боремся с коррупцией, а на самом деле мы прекрасно знаем, что, ну, практически любого бери, вот любого, даже какого-нибудь большого гаишника, там, или полицейского, или, там, прокурорского работника, уже не говоря про, там, губернаторов и всего, любого бери, если покопаться, да, и ты убедишься, что, оказывается, это он не просто небедный человек, а очень богатый, они все очень богатые, и те же наши думцы, и сенаторы, и все, ну, кто как заработал, я не знаю, но большое состояние, как говорил еще Остап Бендер, что все большие состояния в мире нажиты нечестным путем, ну, иначе большое состояние невозможно, невозможно заработать миллиард долларов, сидя в конторе, там, и, я не знаю, считая, быть бухгалтером, вот, но, значит, мне кажется, что действительно, сейчас такой наступает какой-то обвал, да, вот, может быть, даже, там, ближайшую неделю или дальше, потому что произошло действительно арест губернатора, впервые, ну, на самом деле, не впервые, я слышал по радио, что однажды какого-то там Ямала-Ненецкого губернатора много лет назад тоже так же схватили, но уже все об этом забыли, но, значит, губернатора посадили, можно сказать, в тюрьму прямо из губернаторского кресла, застрелили такого крупного политика, как Борис Немцов, то есть это все, я думаю, симптомы одного и того же, что что-то в России происходит, и куда-то Россия катится, да, куда, не знаю, но есть ощущение, что какие-то плохие годы ждут нас, да, ну, будем надеяться все-таки, что мы как-то выберемся из этого и что-то изменится, но боюсь, что надо готовиться к каким-то плохим годам. Спасибо.